ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Среднестатистический российский автомобилист тратит в год на машину около 108 тысяч рублей О результатах исследования сообщают известия Порядка половины из названной суммы уходит на бензин Правда за основу брался АИ-95 по 47,5 рублей за литр К наиболее существенным расходам, не связанным напрямую с состоянием авто Относятся ОСАГО и транспортный налог Вместе это в среднем 7-8 тысяч рублей в год ТРАССА 101 Зарубежные эксперты составили очередной рейтинг самых надежных автомобилей Первые три строчки в нем заняли Лексус, Порше и Киа Наиболее неубиваемой машиной специалисты признали Порше 911 В конце списка оказались Land Rover, Alfa Romeo и Jaguar Правда, авторы перечня отметили постепенную тягу всех производителей к повышению надежности своей продукции ТРАССА 101 Компания Nissan представила Qashqai третьего поколения Кроссовер за счет новой платформы немного подрос в размерах А кузов, уверяет производитель, стал прочнее чуть ли не наполовину Переднюю часть машины существенно изменили Увеличенная решетка радиатора, адаптивные фары с тонкими полосками светодиодных ходовых огней А вот вся линейка моторов получилась гибридная Минимальное число лошадиных сил 140 Сейчас цены на Qashqai начинаются от 1.333.000 рублей с учетом скидок ТРАССА 101 Обновленный Lada Largus будет стоить на 30.000 рублей больше предыдущей версии Стартовая стоимость новинки 686.000 Ранее сообщалось только о внешних и внутренних изменениях дизайна Однако, как выяснилось, универсалу доработали восьмиклапанный двигатель объемом 1.6 Теперь он выдается 90 лошадиных сил вместо 87 Также машине оставили 16-клапанный бензиновый агрегат мощностью 106 лошадей Трансмиссия по-прежнему только пятиступенчатая механика ТРАССА 101 Среди новых легковушек с автоматической трансмиссией В России наибольшим спросом пользуется Kia Rio В прошлом году, по данным агентства Автостад Наши соотечественники приобрели почти 72 тысячи таких машин На втором месте с результатом 56 тысяч находится Hyundai Creta Бронза у Hyundai Solaris 39 тысяч реализованных единиц В целом, в 2020 году почти две трети проданных авто имели автоматическую коробку На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания ТРАССА 101 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 ТРАССА 101